Звук Щ Сейчас мы с тобой будем учиться правильно произносить звук Щ. Помнишь, как шипит сковородка, когда мама кладёт на неё масло? Щ-щ-щ-щ! Получилось? Молодец! А теперь слушай чистоговорки и повторяй их за мной. Що, щу, ще, ща. Я тащу, тащу леща. Ща, ще, щу, що. Щуку я тащу ещё. Ща, ще, щу, щи. Не годится щука в щи. Ща, ще, щи, щу. Я тащу и не грущу. А теперь послушай слова и повтори их. Щи, щека, щука, щётка, щекотка. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука Щ. Я придумала вот такие слова. Щегол, щенок, щепка, шапка. Среди этих слов есть лишние? Конечно, есть. Это слово «шапка», потому что оно начинается со звука Ш. А теперь слушай внимательно и повторяй за мной. Овощи, сыщик, ящерица, трещотка, сгущёнка. Как ты думаешь, где в этих словах слышен звук Щ? В начале, в середине или в конце слова? Правильно. Звук Щ находится в середине этих слов. А теперь твоя очередь придумывать такие слова. Сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук Щ стоит в конце слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. Лещ, плащ, клещ, помощь, товарищ. А теперь скороговорки. Сначала я прочитаю скороговорку медленно, а ты повторишь её за мной. А затем я проговорю скороговорку быстро, и ты попробуешь сделать то же самое. У рыжего котищи длиннющие усищи. У рыжего котищи длиннющие усищи. Мой руки чаще и чище. Мой руки чаще и чище. Наварила щука щей, угощала двух лещей. Наварила щука щей, угощала двух лещей. Маша, ты нас не ищи, щипли мы щевель на щи. Маша, ты нас не ищи, щипли мы щевель на щи. Маша, ты нас не ищи, щипли мы щипли.